Ученые рассказали, кто чаще всего болеет гриппом. Ученые рассказали, кто чаще всего болеет гриппом. 14 часов 28 минут. Знак авторского права. Депозит фотос слэш старкит. Знак авторского права. Депозит фотос слэш старкит. Москва от 10 января РИА Новости. Вероятность подхватить вирус гриппа оказалась тесно связана с тем, какие микробы населяют нос и горло его потенциальных жертв. К такому выводу пришли биологи, опубликовавшие статью в журнале. У этого открытия огромный потенциал. Но пока мы далеки от произвольных манипуляций микрофлоры и создания бактериальных таблеток, которые защищали бы нас от гриппа и других болезней. Мы только начали двигаться в этом направлении, заявила Бетси Фоксман. Бетси Фоксман. Из университета Мичигана в Эннарборе, США. Эпидемия гриппа ежегодно уносит жизни многих тысяч человек. Борьба с вирусом осложняется тем, что у него три разновидности А, ВИС, так что сложно предсказать, какая из них получит наибольшее распространение. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам вируса гриппа. При отсутствии прививки вероятность заразиться гриппом и скорость выздоровления будут зависеть только от внутренних сил организма, в том числе от того, насколько активно иммунная система распознает новые угрозы и пытается их подавить. 12 декабря 2017 года, 19 часов 51 минута ученые объяснили, почему мужчины тяжелее переносят грипп в последние годы ученые активно изучают, какие особенности жизни человека влияют на то, как иммунитет распознает грипп и борется с ним. К примеру, недавно они выяснили, что люди лучше справляются с теми подтипами вируса, которые переносили в детстве, а также нашли свидетельство того, что диета может влиять на переносимость инфекции. Фоксман и ее коллеги на основе наблюдений за жизнью примерно пяти сотен семей из Никарагуа в промежутке между 2012 и 2014 годами открыли еще один фактор, сильно влияющий на вероятность заражения гриппом. Ученых интересовало, что именно влияло на передачу вируса между родственниками, если один из них заражался гриппом и проводил долгое время вместе с другими членами семьи. Для этого они собирали пробы крови, микрофлоры рта и носа, а также другие образцы биоматериалов у еще здоровых никарагуанцеев сразу после того, как их родные подхватывали инфекцию и следили за ними в течение двух следующих недель. Эти опыты неожиданно показали, что вероятность передачи вируса сильно зависит от того, какие микробы присутствовали в слизистой носу и горле больных и здоровых членов семьи. К примеру, бактерии из родов, заметно повышали вероятность подцепить грипп, тогда как микроб, наоборот, мешал распространению инфекции. 15 мая 2018 года, в 19 часов 05 минут ученые рассказали, какая еда защищает от вируса гриппа, как микрофлора носа и горла может быть связана с гриппом. Как предполагают ученые, это обусловлено тем, что она постоянно влияет и на врожденный, и на адаптивный иммунитет, стимулируя его активность и заставляя быстрее реагировать на инфекцию. Что интересно, у взрослых, детей и пожилых людей эти микробы встречались с разной частотой. Это может объяснять, почему две последние группы особенно часто болеют гриппом. Соответственно, модификация микрофлоры может защитить их от заражения и спасти жизни многих тысяч человек.